Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас четверг, Джей работает сегодня с утра, с 6 часов утра в офисе, у него сегодня воркшап, вот он сказал, что не успеет он поехать в офис в Санта-Монику, будет работать из дома сегодня. У нас все еще утро, 10 часов утра, дети сейчас во дворе играются, а я потихонечку прибираюсь, так сказать, вот, выпила уже сегодня кофе, оставила тут. Кофе всегда холодное, потому что не успеваешь, не успеваешь выпить, то одно, то второе, то третье с детьми, но сегодня же нет садика. Вот так вот. Вчера я была на таких нервах, это просто кошмар. Как помните, в последнем моем видео я вам сказала, что Джей придет с работы и повезет Джеймессона сдавать кровь. Я не объяснила, почему. А все дело в том, что в роду у Джея есть генетическая болезнь, но это не то, что болезнь, это такая особенность в крови, называется генетический сфероцитоз. Кто не знает, можете посмотреть в гугле, многие врачи понятия не имеют вообще, что это, это только химитологи знают, что это, потому что один на пять тысяч человек может иметь эту генетическую особенность. И особенность эта в чем заключается, что люди, рожденные с этим дефектом генетическим, у них красные клетки другой формы, нежели у людей, у которых этого нет. И вот эти красные клетки, они погибают очень быстро, тем самым вырабатывается анемия. Вообще эти люди, рожденные с этим дефектом, они уже рождаются с анемией. Одно дело, что это может быть легкая, средняя и тяжелая степень. И еще одна особенность, что у них увеличивается селезенка, и поэтому селезенка в большинстве случаев, особенно раньше, они селезенку удаляли. Сейчас они говорят, что они это не делают, так как больше вреда, чем польза. От этого они как бы... Ну, вы знаете, это не то, что она не такая опасная такая болезнь, да? Она не опасная, это не та же болезнь, я же говорю, это просто люди такими рождаются. Но все равно нужно смотреть, нужно все время контролировать кровь, смотреть, чтобы не произошла анемия, потому что эти люди склонны к анемии. Анемия может развиваться очень сильно, что нужно будет переливать кровь. Но это не всегда так происходит. Эта особенность генетическая передалась от отца Джея к Джею и к его сестре. Когда Джею было 5 лет, они в то время даже не понимали, что это за болезнь, потому что если смотришь на анализы, и в то время, 40 лет назад, никто не понимал, что это вообще. Даже сейчас особо не знают, да? А в то время тем более. И когда они сделали анализ, но у него такая слабость была, очень сильная анемия, вот эти вот, билирубин повышен, они подумали, что у него рак крови и рак в костях, потому что просто люди не знали, просто врачи не знали. Его маму и его положили в онкологическую детскую клинику. Вы представляете, как мама его переживала? Она думала, что у него рак. И каким-то чудом появился какой-то химитолог, очень такой взрослый, ему было под 70 или под 80. Он выявил, что у него нет никакого рака, а у него вот эта особенность. Так как отец Джея об этом не знал. Он не знал, что у него есть такая особенность. Это специальный генетический тест, который в то время даже не знали, как делать. Это сейчас они знают. Они, в общем, выявили, что у него сфероцитоз. И у Джея удалили селезенку, ну чтобы у него, потому что была тяжелая степень. Ему удалили селезенку, но вот после этого человек живет нормальной жизнью. Да и селезенкой тоже просто нужно все время контролировать это. И если в детстве эту селезенку не удалять, то в течение, то в возрасте от 30 до 40 лет обычно она начинает проявляться. Селезенка начинает увеличиваться, кровь начинает снижаться. То же самое произошло... Нет, да. То же самое произошло с отцом Джея, и ему удалили селезенку в 35 лет. Также, как я говорю, это перешло к сестре Джея, ей удалили селезенку в 7 лет. И что вы думаете? Эта генетическая особенность перешла к Джеймисону. Он уже родился с этим. И хорошо, что мы вообще не поняли, когда он родился, у него был очень сильно повышен пилирубин, и он родился желтым, да, то есть джангас у него был. Еще одна особенность, эту болезнь также называют хроническая желтуха, и люди с этой особенностью, у них все время проявляется джангас, желтуха, да. Вот, и они сначала не поняли, почему все эти анализы out of control, то есть они как очень странно выглядят, да. И моя свекровь прибежала на помощь и сказала, ой, я забыла сказать, у Джея же вот эта особенность, они должны его проверить, что у него 50%, что эта генетическая особенность могла перейти к Джеймисону. Когда мы это сказали, они сказали, ну, это make sense, более-менее теперь понятно, но в Кайзере, говорит, мы это не делаем, эту генетическую экспертизу, да, мы должны отправить это в клинику Мэйо. Мэйо – это одна из лучших клиник в мире, вот именно по, ну, вот крови, да. Да, вот, значит, когда Джеймисону было вот два дня или, не помню, один день, два дня, они взяли кровь у него, отправили в Мэйо. Мы вообще были в Кайзере семь дней. Вообще, если роды прошли хорошо и ребенок здоровый, вас выпускают через 24 часа, то есть один день. В Америке держат, вот в Лос-Анджелесе, в Кайзере держат только один день. Мы были там семь дней, потому что он родился с высоким билирубином, Джеймисон, и желтый, да, поэтому они должны были его держать в специальном свете. Сейчас я сюда выставлю все фотографии. Они там его держали, и чтобы билирубин спускался вниз, да. Через семь дней нас все-таки выпустили, но потом нам пришлось снова вернуться, потому что билирубин все повышался, снова желтуха опять появлялась. Вот, и нам тогда сказали химитологи, что это вот такая вот особенность, что в возрасте 4-5 лет это, возможно, будет как бы мешать ребенку, то есть у него может быть слабость, желтуха, ну вот желтый сна, билирубин повышаться, да. У них и так всегда билирубин повышен, то есть если взять кровь Джеймисона, у него билирубин всегда повышен. Кровь всегда анемия, да, но это не такая серьезная степень, то есть это mild, но все равно анемия. А есть вообще анализы выглядят у него, если так посмотреть, не так, как у других детей, да. Также самое главное, надо все время проверять селезенку, чтобы она не увеличивалась, и если она сильно-сильно увеличивается, то она может разорваться или как там, и это опасно очень. И у Джеймисона была такая, я вам сказала, что вот он в субботу перестал есть, воскресенье, понедельник, слабость, желтизна на лице, да. Но я испугалась, думала, может быть, это из-за его вот этой особенности. И вот мы поехали, взяли кровь, Джей поехал, и они отправили мне кровь заранее, до того, как врач мне позвонил. А я все это в гугле посмотрела, я смотрю, если у нормального ребенка там эта кровь должна быть, ну, я говорю, 2%, у Джеймисона 10%. Ну, вот все вот так выглядит, я начала так бояться, думала, что если у него что-то серьезное, начала звонить Джеймису, плачу, звоню его сестре, она говорит, да нет, это у меня тоже так, это, говорит, не опасно для нас, потому что у нас не будет так, как у других детей, да, у кого этого нет, у других людей. Ну, я же себя извела до этого, понимаете, пока вот в час 30 врач позвонил и рассказал, что, ой, здесь очень шумно, дети, в час 30, и она сказала, что это нормально в его случае, то есть у него вот эта генетическая особенность, это не то, что болезнь, да, они не называют это болезнью, это просто генетическая особенность, вот такая у него генетика, да, которая перешла от отца. И она сказала, единственное, что ты должна делать, это проверять его селезенку, ну, и, понятное дело, проверять кровь, чтобы она сильно не упала. Ну, вот такие вот дела. А из всей семьи, из детей, вот, например, это перешло до сестры Джея и Джею, и также у сестры Джея трое детей, это только передалось одной дочери. Ей сейчас 30 лет, вот она как раз-таки не удаляла селезенку, хотя, когда она была маленькая, врачи говорили, лучше удалить. А вот сестра Джея сказала, нет, я против, я не хочу, потому что это ей не мешает. Что вы думаете, сейчас ей 30 лет, у нее очень сильно спустилась кровь, вот сейчас только, и вот ей вчера переливали кровь. Ну, это вот из-за того, что у нее вот эта есть особенность такая. Я вот использую иногда, я, правда, не использовала это, наверное, полгода, вот сегодня решила, я использую вот такие вот полоски и на про, видно вам. И они очень хорошо отбеливают, но я почему-то перестала. Вот такая вот пластинка тут, видите, я перестала ими пользоваться, просто у меня напросто нет времени. Вот так оставьте. И туда. И на 20 минут оставляете. Вот так. И вот такой вот, и п Indians. И это примерно 15 минут. И вот так вот. И даже как здесь. И вот так вот. Я верCr bescoх. Продолжение следует...